Давайте, финальное героическое усилие. Странник. Странник. Была полночь, когда Заратурс отправился в путь через горный хребет острова, чтобы ранним утром достичь противоположного лея. Да, наступает ночь. Ночью же он ушел один и оставил своих друзей. Это тот же день, это тот же момент. Если раньше, между тем, как Заратурс уходит, и тем, как мы его видим, проходили годы, и так будет между третьей и четвертой частями, то это единственная часть, единственный стык, где мы видим, что время не разрывается. Заратурс уходит ночью, и мы видим, как он идет. Чтобы ранним утром достичь противоположного берега, там, где он сеет на корабль. Была там хорошая гавань, в которой даже чужие корабли оплатно становились на яд. Они брали с собой тех, кто с блаженных островов хотел опуститься в море. Да, и мы из этого понимаем, что Заратурс хочет покинуть не своих учеников, а покинуть в том числе и влаженные острова. Немного шире он хочет вернуться к себе на гору. Причем он будет возвращаться таким же путем, каким шел с нее. То есть он будет возвращаться, проходя через те точки, которые он проходил до этого. Когда Заратурс сходил на гору, он вспоминал дорогой о своих многочисленных одиноких странствованиях с самой юности и о том, сколь на многие горы хребты и вершины он уже сбирался. Я странник и восходящий на горы, говорил он своему сердцу. Я не люблю равнин и, кажется, я не могу долго сидеть спокойно. Заратурс облащается, мы видим, как он облащается сам к себе. Какая бы судьба и какое переживание не ждали меня, всегда будет в ней странствование и восхождение на горы. В конце концов, мы переживаем только самих себя. Миновало то время, когда мне смели встречаться случайности, и что могло бы теперь еще случиться со мной, что не было бы уже моей собственности. Вот начиная, как раз, судьба и, ну, получается, с 15-го и по 20-го, примерно. Это о преодолении, я даже не говорю, случай, не преодоление счастья. Да, больше никаких случайностей из Заратурс судьбы быть не может. Он встал на финальный свой путь, и в этом пути не может быть случайных встреч, случайных расставаний или случайных событий. Вопрос в этой главе, он еще с кем-нибудь встретится? В этой главе? В смысле, в этой части или в этой главе? В этой части, да. В этой части, ну, буквально в следующей главе будут моряки, будет шут у города и так далее. Просто случайность меньше, я подумал, что эта глава будет посвящена именно тому, как он идет и переживает себя. Она только возвращается, она наконец приходит домой, мое собственное я, и все то от него, что было долго на чужбине, рассеянное среди всех вещей и случайностей. И еще одно знаю я, теперь я стою перед своей последней вершиной, перед тем, что давно предуготовано мне. Из-за того, что он знает, это финал. Ах, на самый трудный путь свой должен ее вступить. Ах, начинал свое самое одинокое странствование. Но тому, кто подобен мне, не избежать этого часа. Часа, который говорит ему, только теперь ты идешь своим путем величия. Вершина и пропасть слились теперь воедино. Да, пик и есть конец. Вот вершины и пропасть слились воедино, потом гора и черное море, все это вот все время вершина, объязнь на вершину, где-то... Но в данном случае они слились воедино, потому что пик это смерть. Золотоство поднимается на свою последнюю гору, потому что поднявшись на нее, он должен умереть. Ты идешь своим путем величия. Теперь стало твоим последним убежищем то, что доселе называлось твоей последней опасностью. Твоей последней опасностью что это? Ну это гибель, конечно. Ты идешь своим путем величия. Теперь твое высшее мужество должно быть в том, что позади тебя нет больше пути. Да, вернуться на блаженные острова, вернуться к своим ученикам больше нельзя. И Золотоство больше этого не сделает. Эта часть вообще будет посвящена пути. И в конце этого пути Золотоство скажет самое страшное. Пути не существует. В этом смысле вы не можете повторить путь Золотоство. Поэтому сейчас следующее буквально право, что там нет следов. Ну да, да, да. Ты идешь своим путем величия. Здесь никто не должен краситься за тобой. Сами ноги твои стирали путь за тобой. И над ним написана невозможность. Да, его путь сокрыт от всех. И то, что он делает, невозможно даже для учеников. Ну, мне здесь немного сутило то, что здесь повторяется. Ты идешь своим путем величия. И вот противостояние вершиной и пропасть, убежище и опасность. Высшее мужество, некая безысходность, и одиночество, и стирание силов, ну, как невозможно. Я не знаю, здесь есть какая-то связь. Ну, примерно, между первыми двумя есть, по крайней мере, связь. Например, вершиной и пропасть, убежище и опасность. Например, верное решение Заратустра, ну, как бы, на... А где вы видите убежище и опасность? Ты идешь своим путем величия, и твоего убежище нет. Убежище, что доселе, это была твоя последняя опасность. Трижды Заратустра повторяет вершинную пропасть отбросьте. Трижды Заратустра повторяет... А, нет, четыре раза, все правильно. Ты только теперь, ты идешь своим путем величия. Ты идешь своим путем величия, ты идешь своим путем величия, ты идешь своим путем величия. Да. И каждый раз он объясняет, что это значит. Когда вершины и пропасть сливаются воедино, когда убежище и опасность сливаются воедино, да, что? Ну, вот просто вершины и пропасть, и убежище и опасность, они похожи на то, что, ну, на горе как бы зарпу своего одиночества, так убежище жил там в пещере и где-то, и в этом тоже его опасность в одиночестве. Ну, вот. Но почему тогда Ниша говорит вам два раза, а не один, если это одно и то же? Значит, не одно и то же, тогда разведите. Ну, зарпуство не может вернуться назад теперь. Если в конце первой части он обещал, что он вернется, в конце второй части он уже не может вернуться назад. Ну, да, да, к смерти теперь уже, к смерти. Это все про смерти. Я рад, что вы заметили, из этого должен быть какой-то вывод. Ну, я не нашел. Если не будет у тебя больше ни одной лестницы, ты должен будешь научиться сбираться на свою собственную голову. Как иначе хотел бы ты подняться вверх. Что это за метафора, сбираться на свою собственную голову? Это самопреодоление. На свою собственную голову и выше, через собственное сердце. Теперь все самое нежное в тебе должно стать еще самым твердым. Да. Что такое? На свою собственную голову и выше, через собственное сердце. Сначала мы преодолеваем как бы разумную часть, а потом сердце может быть аффективная часть. Да, да, да. Золотухство должен преодолеть последнее своё искушение, это сердечное искушение, сострадание. А что означает ещё самое нежность и золотухство? Жестокость. Помните, мужество убивает всё. Но это дальше. Да, ну так об этом и речь. Потому что то, что будет дальше, происходит именно сейчас. Кто всегда слишком берёг себя, хоть за концовство хворает, а хворает от устойчивой зверной осторожности. Хвала всему, что делает твёрдым. Я не хвалил землю, где текут масло и мёд. Да, золотухство начинает себя закаливать. Потому что смерть требует закалки. Надо научиться не замечать себя, чтобы многое видеть. Эта твёрдость необходима каждому, кто восходит на горы. Но у кого назойливый глаз узнающего, кто как бы смотрит он вещам больше, чем их показную суть? Но ты, озор от уст, хотел видеть основу и изнатку всех вещей. Поэтому должен ты подняться над самим собой всё выше и выше, пока даже твои звёзды не окажутся под тобой. Да, смотреть вниз самого себя и даже на свои звёзды. Вот что назвал бы я своей вершиной. Вот что осталось бы для меня, моей последней вершиной. Да. Вернуться в углу. Конечно. Надо научиться не замечать себя, чтобы многое видеть. Эта твёрдость необходима каждому, кто восходит на горы. Угу. Я уже говорил раньше, как раз я из этого как-то делал о том, что вот как раз человек, чьё учение, в котором разработало себе учение, ну, ценность. Ему лево распространит ценности или нет. Ну, они воспринимаются. Это метафора Солнца, да, но Заратустра, смотрите, что говорит самый тихий час Заратустры? Угу. Что его учение завершено, что он больше ничего не может никому дать. И только он себе сам ещё должен дать, прежде чем завершится оно. И вот эта вот попытка не замечать самого себя и есть способ дать самому себе финальное учение. Мечать самого себя и его заметить при этом нужно. Да, не замечать самого себя, пройти сквозь самого себя, перестать волноваться о себе. Заратустра преодолеет свои собственные звёзды и свои собственные вершины. Смотреть вниз даже на свои звёзды. Что это значит? Смотрите, я скажу вам где, а вы пока подумайте, что это значит. Он сделает это в 3.4 и 3.16. Ну, в 3.16 окончательно. Он станет небом в какой-то момент. Небом, стоящим над своими звёздами. Это третий или четвёртый. Что значит «выше своих звёзд»? Выше солнца. Отлично. Что значит эта метафора? Вот это метафора. Ну, представьте, я же считаю. Своё учение и… Выше своих звёзд. Да. Увидеть основание собственного учения. Подняться выше своих звёзд. А значит… То есть вот перестать верить. Перестать верить. А значит, победите дух тягости, который был основе его учения. Дух мчения. Пока дух мчения. Кстати, для вас отдельный для всех вопрос, как связаны дух тяжести и дух мчения. Потому что мы нигде не видим, как Золотусто побеждает дух мчения. Мы видим, как он побеждает дух тяжести. Причём мы не видим, как он побеждает дух. Это не одно и то же. Причём мы видим, как… Глава дух тяжести в конце, когда вы прочтёте о духе тяжести, вы увидите, что он не связан с духом мчения. Он может быть связан с ним, но они не идентичны. Давайте вот так. Вы не видите, как золотустра побеждает дух тяжести. Вы слышите рассказ золотустра о том, как он побеждает дух тяжести. Но вы вообще не видите и не слышите, как золотустра побеждает дух мщения. Что из этого более важно? Мы видим, он побеждает карлика, да? Да, это дух тяжести. Мы не видим, мы слышим. Но мы, его учение как раз побеждает дух мщения. Его учение, оно не побеждает дух тяжести. Оно должно побеждать дух тяжести. А почему оно не побеждает дух тяжести? Разве не исчезает карлик, когда золотустра... Разве не замолкает он и исчезает? По его рассказу, да. Да, и исчезает, да. Вообще, самое по себе это учение больше направлено на... Но с помощью ложи побед... Ну вы, вот, держите эту мысль и объясните мне, когда мы дойдем до этого момента, да. Но с помощью ложи, ложи побед, как, ну, и это возвращение вечное. Это ложная идея, массовая ложа. По идее, он мог солгать, что победит. По-другому, все-таки дух тяжести, мне кажется, важнее дух мщения. Потому что, если правдить, мы видим, как он побеждает дух мщения, но слышим, как он побеждает дух тяжести. Нет, мы слышим, как он побеждает дух тяжести, но мы не видим и не слышим, как он побеждает дух мщения вообще. Более того, сам золотустра говорит, и говорит своим ученикам, и говорит при девушках, что его величайший враг – это дух тяжести, не дух мщения. Он не знает о духе мщения до самого последнего момента, до беседы на мосту с карлик, с горбоном. По идее, да, но мы не ловим этого момента. То есть, смотрите, если мы предполагаем, что вечное возвращение – это массовое учение, направленное на победу над духом тяжести, не является ли дух тяжести просто тем же самым аспектом массового учения? Тогда мы предполагаем, что настоящий враг золотусты – это не дух тяжести, а дух мщения. Где победа над духом мщения? Это логично как раз еще и с того условия, что вы проводили параллельный герой, который побеждает, потом приходит серый герой, который побеждает вслед закона, да. Да, и по каждому чаю, вслед сверху. Победа над духом мщения – это последний опыт от людей. Нет, в чем заключен духом мщения? Ведь не в нем, а в его учении. А так он в своем учении похоронил? Самый тихий час говорит, что он завершил свое учение. Не похоронил, не бросил его. Дальше мы видим то, что похоронил свое учение. Мы видим, как он отмещение в главе Тарантула пытается его кусать Тарантулу, и он просит его приедать, чтобы он не мстил. Да, но смотрите, он же сам провоцирует Тарантула, то есть это не случайность. Он хочет понять мотивы Тарантула. И говорит, смотрите, сейчас я поднесу руку к его норе, он меня упустит, и я пойму, почему он это делает. Так и происходит. Да, но при этом он тоже хочет мстить. Нет, но при этом сам он на тот момент думает, что он свободен от духом мщения. Да. И лишь в конце, да... Его кусает Тарантул, он понимает, что сейчас хочет мстить и просит своих учеников? Нет. Тогда он понимает, что Тарантул заражен духом мщения. То есть, когда Тарантул его кусает, он ощущает это мщение, он понимает, что это мщение от Тарантула, от яда Тарантула. И он говорит, чтобы я никому не отомстил, привяжите меня, да? Но в главе на мосту, в главе о горбуне, он говорит, есть самое страшное, воля не может валить вспять. И когда она это осознает, она начинает мстить всему миру. Безумие воли. И тогда он понимает, что его собственное учение заражено духом мщения, независимо от Тарантула. Что ультимативно он сам хочет отомстить от рэб. То есть, если Тарантул говорит, все люди равны, и надо защитить от рэб, я от сильных мира сего, и должна наступить демократия и всеобщее равенство. Златуство говорит, прямо противоположное. Но он тоже заражен духом мщения. Получается, он по идее должен поварить духом мщения, или он все-таки его убеждает? Есть два духа. Духом мщения и дух тяжести. Мы видим, что златуство в конце как бы преодолевает все. Он переступает через самого себя. Он становится завершенным. И когда он становится завершенным, когда учение его становится завершенным, и сам он становится завершенным, что происходит? Завершается его жизнь. В этом идея совершенства или завершения. Мы задаемся вопросом, кого побеждает златуство, то есть против кого он борется. И мы находим двух духов, дух тяжести и дух мщения. Мы говорим себе, хорошо, если златуство борется против них, и его учение завершено, значит он победил их. По поводу духом общения больше встречи, в третьей части вообще не понимаешь, именно его упоминания. Да, упоминания нет, конечно. Так и в первой части нет упоминания, хотя в первой части, насколько я помню, иду в тяжести. Когда он понимает духом, что он охвачен духом общения. Следующая глава про эти четыре мудрости, которые он упирает в мудрость и скрывается. Нас не интересует, что он говорит по отношению к всем остальным людям. Морякам он говорит, что он победил дух тяжести. Хотя он побеждает дух тяжести. Вот прямо сейчас на наших глазах, как мы считаем эту главу, он побеждает дух тяжести. Видите здесь карлика? Видите здесь черную змею, и пастуха, и собаку, и луну? Там еще паука. И паука, да, куда без паука. Но, он по крайней мере и говорит, то есть мы можем сказать, что дух тяжести не его настоящий демон, не его подлинный враг, что это публичное учение. Хорошо, это мы фиксируем. Где и когда он побеждает дух мщения? Мне кажется, он вообще не смог его победить. Если он не смог его победить, как возможно завершение в конце третьей части? Так было ли оно? Было оно. Было. Тогда он вернулся? Да. Победает. Смотрите. Есть? Да. Нет, нет. Но сам он это учение преодолевает. И в этом смысле одна из финальных глав третьей части называется как? Выздоравливающий. Он падает замертво, когда к нему приходит самая страшная его мысль. Мысль о победе над духом мщения. И он восстает из мертвецов и говорит, все, я победил его. И только после этого момента жизнь говорит, ты победил, я тебя люблю. И они женятся, они сходятся. Когда они с жизнью вместе соединяются, жизнь ему говорит, я знаю, ты любишь меня, но если ты любишь меня, почему, когда часы бьют 12, ты думаешь, чтобы сбежать от меня? И вдруг часы начинают бить 12. И последняя глава это действительно уже не он и жизнь, а Ариадна и Дионис. Я на что хочу обратить ваше внимание. Вы должны... Вы говорили... Вы говорили, Михаил Владимирович. Есть публичное учение. Мы не должны обращать внимание на публичное учение именно потому, что оно публичное. Тогда мы должны обращать внимание на непубличное учение. Найдите, когда золотурство... Мы знаем, что он делает это в третьей части. Найдите, где золотурство побеждает дух мщения. И поймите, как он побеждает дух мщения. Потому что где и как он побеждает дух тяжести, нам будет объяснено. Где? Прямо сейчас. Так говорит Заратуса с собой, поднимаясь на друс, его умиря, чая, но утешая свое сердце. Ибо он был ранен в сердце, так никогда еще прежде. И когда он достиг вершины городного хребта... Да, то есть когда он достиг пика... Смотрите, здесь расстилаясь, лежала перед ним другое море. И он стоял неподвижно и долго молчал. А ночь на этой высоте была холодная и ясная. И светлая от звезд. Я узнаю мой жребий, сказал он наконец с грустью. Да, вот этот момент, когда Заратусство долго молчит, это когда он находится на вершине. Не это ли тот момент, который мы должны увидеть в следующей главе? Что ж, я готов. Началось свое последнее уединение. Да, Заратусство знает, что это уединение – последнее уединение. Если есть четвертая часть, спускается ли Заратусство в конце третьей части? Нет, не спускается, он остается там, на горе. В четвертой части он все еще на горе. И в четвертой части только он начинает спускаться. Пятая и шестая части не должны были допускать подъема. Потому что это было последнее его уединение. В пятой и шестой части должны были происходить только внизу. В этом смысле в пятой и шестой части должно было быть изложено полностью публичное учение. Законченное публичное учение. Когда учение Заратусства достигает финала. Когда сам Заратусство достигает финала. После этого наступает четвертая часть. И спуск вниз. Ах, это черное печальное море подо мною. Ах, это тяжелая ночная уберемость. Ах, судьба и море. К вам я должен теперь спуститься вниз. Перед самой высокой своей горой стою я. И перед самым долгим своим странствованием. Поэтому я должен спуститься глубже, чем когда-либо поднимался. Глубже погрузиться в страдания, чем когда-либо поднимался. До самой черной его волны. Так хочет моя судьба. Ну что ж, я готов. Откуда берутся высочайшие горы? Так спрашивал я однажды. Тогда узнал я, что они выходят из моря. Это свидетельство запечатлено на их каменных породах и склонах их вершин. Из самой глубины должно прийти самое высокое в своей высоте. Да. С одной стороны речь идет о добре изле. А с другой стороны речь идет об инстинктах. Из самой глубины должно прийти высокое к своей высоте. Так говорит Заратустра на пике горы, где было холодно, но когда он достиг в близости моря, наконец-то я ладил среди утесов. Ладил ему усталость от пути и еще больше тоска, чем прежде. Теперь еще все спит, говорил он, и море спит. Сонно и незнакомо смотрит на меня его око. Но дышит оно тепло. И я это чувствую. И я чувствую, как что оно грезит. Оно мечется в грезах на жестких подушках. Чув! Как оно стонет о злых воспоминаниях или о злых предчувствиях. Ах, я печален вместе с тобой и темное чудовище. И на себя самого досадуя из-за тебя. Ах, почему нет в руке моей достаточной силы? Охотно, поистине, избавил бы я тебя от злых грез. И пока Заратустра так говорил, смеялся он грустно и горько над самим собой. Как? Заратустра, сказал он. Ты еще хочешь удержать песни море? Ах, ты любвеобильный глупец, Заратустра. Ты безмерно блаженный в своем доверии. Но таким был ты всегда. Всегда подходил ты доверчиво ко всему страшному. Каждое из чудовища хотел ты еще погладить. Становение теплого дыхания и немного мягкой щерсти на лапах. И ты уже был готов полюбить и привлечь к себе. Любовь – опасность для самого одинокого. Любовь ко всему, если только оно живое. Ну, мы знаем об этом. О том, что Заратустра любит людей. Смеха поистине достойна моя глупость и моя скромность в любви. Заратустра видит море. Видит, как море бушует. И вдруг осознает что-то, пока видит его. Он осознает, что он все еще романтик. Море – это символ поэта. Море – это символ тщеславия. И Заратустра все еще поэт. И Заратустра все еще тщеславен. Поэтому, чтобы найти себя и не нужно. То есть, когда он будет как раз отчеславным. Да, да, да. Вот пришло время преодолеть это дело. Поэтому, понятно. Да, но он все еще не может. Он все еще не решается. Так, говорит Заратустра, и опять смеялся. Но тут он вспомнил о своих покинутых друзьях. И как бы провинившись перед ними своими мыслями, он рассердился на себя за свои мысли. И вдруг смеющийся заплакал. От гнева и доски горько заплакал Заратустра. Да, почему Заратустра рассердился? Потому что он допустил воспоминания, ну, это сентилитарные воспоминания? Нет, он сказал, что его ученики и друзья недостойны его любви. И тут же расстроился от этого. Но это правда. Это естественно правда. Что же, мы увидели все, что произошло с Заратустрой в этот момент. Мы увидели так же, что финальная часть начинается не со спуска. Она начинается с подъема. В отличие от всех остальных. Пришло время увидеть, что же Заратустра, как же Заратустра собирается победить эту свою печаль. И своего самого страшного демона. О видении и загадке. Когда среди моряков распространился слух, что Заратустра на корабле, и подновременно с ним сел на корабль человек, привыкший с блаженных островов, всеми обладило великое любопытство и ожидание. Да, почему? Они слышали о Заратустре. О чем они слышали? Потому что дьявол. О подвигах, в кавычках, Заратустра. То есть они слышали образ его публичного учения. Они слышали мифы о Заратустре. И они собираются... Что? Услышать еще немножко мифов о Заратустре. Представьте, что перед вами стоит... Представьте, что в баре заходит Геракл. Чего вы хотите от Геракла? Чтобы он рассказал... Не чтобы он разгромил бар, естественно. А чтобы он рассказал вам историю о том, как он разгромил какой-то бар. Потому что если он будет громить бар, вы же в нем сидите. Они не хотят, чтобы Заратустра показал им что-то. Они хотят, чтобы он рассказал им историю о Заратустре. Да. Что это за человек, который сел виседал? Вот. Это может быть его ученик? Нет. Он оставил своих учеников. Но человек с блаженных островов. Какой-то человек с блаженных островов. Это не важно для того, чтобы они подумали, что среди них Заратустра. Но на блаженных островах, получается, может быть любой человек. Да, помимо учеников Заратустра, там какие-то еще люди. Но это же блаженные острова. Мы узнаем вскоре, а потом снова блаженные острова. Мы узнаем вскоре, где именно находится, что именно из себя представляет блаженные острова. Но здесь речь не об ученике. Заратустра молчал два дня, его холоден и глухот печали, так что не отвечал ни на взгляд, ни на вопросы. Да, они ждут сказочки, они ждут истории. Но он молчит. К вечеру уже второго дня вновь открыл свои уши. Хотя и подолгал... Да, к чему было сказано про человека, который сел вместе с Заратустра из блаженных островов. Потому что он скрывается. Теперь он скрывается. Они не должны были знать, что с ними плывет Заратустра. И по много необыкновенно опасного можно было услышать на этом корабле, пришедшем издалека и собравшемся плыть еще дальше. Заратустра был другом у всех тех, кто совершает дальние путешествия и не может жить в безопасности. Заратустра был другом смелых. Именно потому, что моряки это смелые, он готов поделиться с ними кое-чем. И смотрите, пока слушал, он развязался, в конце концов, его собственный язык и лед его сердца разбился. Тогда начал он так говорить. Вам, отважным искателям, испытателям и тем, кто когда-либо плавал под коварными парусами, поставь на майам? Достаточно. Это лучшие читатели Ницше, и это описано в Экке Хомо книге про Роберт 3. Кто же лучшие читатели? Отважные искатели и испытатели. То есть не те, кто принимает на веру то, что говорит Заратустра, а те, кто сами занимаются философией в кавычках или поиском. Вам, опьяненными загадками, любителям полумрака, чья душа привлекается звуками свирения ко всякой обманчивой пучине, ибо не хотите вы нащупывать нить трусливой рукой, и где вы можете отгадать, там ненавидите вы делать выводы. И вот еще одно свойство. Они не сократичны. И где вы можете отгадать, там ненавидите вы делать выводы. Вам одним, подчеркивает Заратустра, никто больше не должен ее слышать, никто больше ее и не услышит, кроме нас в самом конце. Что такое? Когда в момент своего величайшего одиночества Заратустра явилось видение? Только что. Мы же читали. Нет, не тихий час. В предыдущей главе, конечно. Мы не видим этого, не слышим этого. В предыдущей главе ни слова про это. И только здесь рассказ об этом. Мрачный шел и недавно через мертвые на бледные сумерки. И сам Заратустра поясняет, это было вот только что. Мрачный и твердый с сжатыми губами. Ни одно солнце закатилось для меня. Тропинка, упрямо поднимающаяся между валунами, злобная, одинокая, без травы, без кустарника, горная тропинка хрустела под упорством моей ноги. Безмолвно вступая среди размешливого громыхания и глушей, растаптывая камень, которого соскальзывала так настойчиво, продвигалась моя ногах и вверх. Вверх наперекор духу, увлекавшему ее вниз, увлекавшему в пропасть духу тяжести, моему демону и заклятому врагу. Вверх, хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот хромой, делая хромым и меня, поливая свинец в мои уши, свинцовые капли мыслей в мой мозг. Да, дух тяжести все делает тяжелее. О, Заратурство, ты камень мудрости, ты метательный камень, ты сокрушитель звезд. И как же дух тяжести делает Заратурство тяжелее? Почему? О, Заратурство насмешливое. А, да, смотрите, да, зачем вы так со мной поступили? Извини. Десятое. О, Заратурство насмешливое, что стал он, слог за слогом, ты камень мудрости, ты забросил себя высоко, но каждый брошенный камень должен упасть. Что же говорит дух тяжести? Учение про Заратурство. Да. Угу. О, Заратурство, ты камень мудрости, ты метательный камень, ты сокрушитель звезд. Себя самого забросил ты так высоко, но каждый брошенный камень должен упасть. Дух тяжести говорит Заратурство. Закон становления требует, чтобы то, что ты создал, закончилось, чтобы пик твоего учения прошел вместе с тобой. Ты будешь забыт. И это ультимативно та проблема, о которой мы говорили. Время идет. Нельзя добыть бессмертие, даже бессмертной славы, потому что бессмертия не существует в принципе. Поэтому встает вопрос. Вот есть моя воля к власти. Вот я этой воле к власти приписываю миру, навязываю миру то, что я хочу. Но проблема в том, что я знаю, что моя воля не останется надолго, что она все равно пройдет. Что то, что я создал, все равно исчезнет. И встает вопрос. Зачем я что-то создаю, если я знаю, что это все равно исчезнет? Числавие. Да, раньше было числавие. Раньше действительно этого хватало. Бессмертная слава. Зачем ты слагаешь сагу о себе? Потому что она бессмертит меня. Теперь да. Теперь никакое числавие невозможно. Теперь никакая дарящая добродетель становится невозможной. Это не будет, вас забудут. Это ничего не значит. У этого нет смысла. Да, но кто об этом знает. Дарящая добродетель требует, чтобы вы навязывали миру свою собственную волю. Но ультимативно вы не сможете этого сделать. Ультимативно мир избавится от вашей воли. Приговоренный к себе самому и к пробиванию себя камнями, у Зоротоста далеко уже ты бросил камень, но на тебя упадет он обратно. У духа тяжести есть несколько измерений. Я вижу как минимум три на самом деле, и мы обо всех трех поговорим чуть-чуть подробнее. Ну, мы о первом сказали. Да, давайте я тогда поговорю подробнее о них сейчас. Зоротоста своим учением об отсутствии истины, своим учением о воле к власти и креативности, все вещи поднял в воздух. Он хотел, чтобы все они встали на свои места, но пока он это делал, все вещи поднялись в воздух. Больше ничто не стоит на своем месте. В связи с чем для простого человека, который находится в ситуации смерти Бога, для нас с вами, встает тяжелейший вопрос, как жить. Раньше было понятно, как жить. Бог гарантировал, что то, что он говорит, является финальным и правдивым. Бог не ужет. Бог не обманывает. Бог выполняет свои обещания. Помните, даже сама книжка называется «Обещание». Обещание номер один и обещание номер два. Понимаете, о чем я говорю? Почему обещание? Завет. Завет в смысле ковенант. Завет в смысле соглашения, договор. Более того, я, конечно, чуть-чуть отвлечемся. Договоров не два. Договоров гораздо больше. В Ветхом Завете Бог передоговаривается с людьми все время. Он договаривается, они гадят. Он понимает, что так нельзя. Передоговаривается, они снова гадят. Он снова расстраивается, понимает, что так нельзя. Передоговаривается, они снова гадят. Вот этого больше нет. Как жить? перейдем немножко в антропологический характер. Чем дальше мы двигаемся назад, тем более понятной, простой и до конца определенной становится жизнь. Вот вы родились мужчиной в 15 веке. Вы крестьянин, вы холоп, вы дворянин, все понятно. С момента вашего рождения все для всех, включая вас самих, понятно. Что вы должны делать, чего не должны делать, как вы должны это делать, как вы должны говорить с теми, как говорить с этими, чего вы можете, чего вы не можете, куда идти. Все вопросы прописаны от начала до конца. Даже самые базовые вопросы, которые сейчас кажутся подвешенными в воздух, например, вопросы о межполовых отношениях, прописаны от начала до конца. Вы хотите жену? Скажите об этом папеньке. Он договорится. Будет специальный ритуал. Сначала договорятся, потом выкуп невесты. Кто ее с чем-то спрашивал? Никаких проблем. Не надо думать, не надо ухаживать, не надо подарков, не надо ничего. Все определено. Теперь же Бог умер. Идеалы отсутствуют. И все вещи поднялись в воздух. Непонятно вообще, чего делать. Непонятно, кто хороший, кто плохой. Как жить и как не жить. Что можно делать и чего нельзя. Помните, как у Достоевского? Это ведь именно оттуда. Если Бога нет, значит, все можно. Все, оказывается, можно. Для простого человека это тупик. Если все можно, непонятно, что именно нужно делать. Да, глаза разбегаются. Это называется. Слишком много возможностей. И простой человек впадает, естественно, тут же в пессимизм и нигилизм. Как быть? Как жить? И когда золотустырь предложит свою победу над духом тяжести, для простого человека эта победа будет стопроцентная. Учение о вечном возвращении стопроцентно опишет человеку, как жить, сохраняя за ним при этом полную свободу выбора. Второй уровень, в котором заключается дух тяжести или должен заключаться дух тяжести. Это логос. Сократический логос, который говорит, у познания есть определенные и строгие правила. Эти правила невозможно нарушить, если ты хочешь заниматься познанием. Эти правила невозможно пропустить. Через них невозможно перескочить. Их невозможно сдвинуть. Каким-то образом вечное возвращение побеждает и это, даруя исследователю ультимативную свободу. Наконец, последний уровень, который должен преодолеть золотустыро. Дух тяжести говорит, последний финальный камень, который ты не можешь сдвинуть, который вообще никто не может сдвинуть, и ты уже это понял, это закон становления. Существует истина, говорит дух тяжести. Ты сам ее признаешь. Пусть даже эта истина зовется, никаких истин нет. Эта истина говорит тебе, что всякое учение, всякая идея, всякий человек, всякая мысль рано или поздно закончится. И потому все бессмысленно. каким-то образом учение о вечном возвращении преодолевает и это измерение духа тяжести. Вот три уровня, которые я вижу. Мне кажется, их на самом деле больше. Но больше я вам предложить пока ничего не могу. То есть получается, как я понял, что в этот момент он же пришел с полностью избавленным от духа от духа тяжести, кроме последней его стадии, связанной с законом становления, который для него тоже является духом тяжести. Его не волнуют вопросы маленького человека, его не волнует логос, потому что уже была глава обученных и остается только его суда. Тут карлик умолк и это продолжалось долго. Его молчание давило меня, так двоим человеком бывает поистине более одиноким, чем в одиночестве. Я поднимался и поднимался, я видел, думал, я думал, но все давило меня. Я входил на больного, утомленного ужасной мукой, которого снова будет ото сна еще более мучительный сон. Но есть во мне нечто, что я называю мужеством. Мужество. Есть нечто во мне, что я называю мужеством. Это вторая нитжанская добродетель. Одна из добродетелей, оставшихся от классиков. Мужество это лучший убийца. Но есть во мне нечто, что я называю мужеством. Оно до сих пор убивало во мне всякое уныние. И дух тяжести, естественно, тоже вызывает уныние. Это мужество заставило меня наконец остановиться и сказать Карлик, ты или я. И Золотустра предлагает Карлику выбор. В смысле, только один из них останется в живых. Или Золотустра, или Карлик. Или Карлик убьет Золотустру. Или тяжесть жизни убьет Золотустру. Или дух тяжести убьет Золотустру и его учения. Или Золотустра убьет Карлика своим учением. Мужество. Вот тот, что убийца. Мужество, которое нападает. Ибо в карту нападить не звучит победная музыка. Это очень важно. Мужество, которое нападает. Золотустра не защищается. Золотустра не консервативен. Но человек самый мужественный зверь. И тем победил он всех зверей. Победная музыка преодолела всякую боль. Человеческая боль самая глубокая боль. Мужество убивает даже много окружений на краю пропасти. А где человек не стоял бы на краю пропасти. Да, разве знать не значит знать, что знания нет? Разве знать не значит знать, что перед тобой бездна, бездна отчаяния? Разве видите, значит, видите пропасть. Что говорит Золотустра? Знание должно быть ультимативно чем-то дополнено. Одного самого по себе знания недостаточно. Знание вызывает проблемы, оно не решает их. Что-то еще нужно помимо знания. И это что-то он называет здесь и сейчас мужеством. Человек есть познающий, скажет вам Аристотель, в кавычках естественно. Что познает человек ультимативно? Истину. Как звучит эта истина? Нет никаких истин. И потому познание ведет в отчаяние. Познание не ведет никуда, кроме как в пессимизм. Сократизм не ведет никуда, кроме как в пессимизм. Как жить? Это проблема познания. Помните, с этого начинается греческая философия. Что значит хорошая жизнь? Спрашивает себя грек. Так начинается философия. Что значит жить счастливо? Спрашивает себя какой-нибудь Кант. Так начинается философия. Поиск истины. Но этот поиск истины приводит к отчаянию. Не к счастью, не к бабочкам, не к христовому терпению. К отчаянию, к пропасти. Поэтому знание не может решить проблему знания. А следовательно, знание должно быть чем-то дополнено, чтобы решить проблему знания. Почему? Это выбор золотуства. Короткий ответ, потому что мы только что услышали от золотуства. Мужество убивает все. Даже уныние, да. Ну вот, что убивает все, даже уныние. Если мы знаем, что знание, истины никакой нет, и в итоге то, что мы узнали, беспаляется. Это как раз уныние и тому подобное может быть. Мужество имеет возможность ввести в виду как способность, как возможность принять определенное количество этой жизни. жизни. С истиной. Не лжи, а истиной. С истиной. Нет, уже настоящей истиной. Но истины, потому что истины нет. С истиной жить. То есть возможность принятия как раз мужества жить этим. То есть хотя бы определенный момент. Вот каким-то образом, да, да, да. То есть как, что поможет вам жить с сознанием истины? Как можно не прыгнуть со скалы, стоя над пропастью? У Ницше есть отличный образ, по-моему, из человеческого слишком человеческого, но я не буду туда узнать, что оттуда. О том, как слепцы идут над пропастью. Им дико страшно. Им невероятно страшно. Они ни черта не видят и знают только, что внизу пропасть. И тогда один из них падает. И падая, кричит, ребята, падайте все вместе, здесь не страшно. Пока они шли, вверх им было страшно, как только они начинают падать, им не страшно. В этом смысле пессимизм заканчивается нигилизмом. Нигилисту уже не страшно, он уже упал. У вас из этого знания, из достижения знания только два выхода. Вниз или вверх. И золотусство предлагает выход вверх, хотя дух тяжести говорит, что надо прыгать вниз. А где человек не стоял бы на краю пропасти? Разве видеть не значит видеть пропасть? Мужество лучше убийца, мужество убивает даже сострадание. Откуда золотусство об этом знает, если он еще не убил свое сострадание? Угу. Сострадание же самая глубокая пропасть. Насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он на страдание. На мужество лучше убийца, мужество, которое нападает, оно убивает насмерть, даже смерть, ибо, так это была жизнь, ну что ж, еще раз. В этих словах много победной музыки, имеющей уши до услышанности. Да, мужество убивает даже смерть, ибо оно говорит, так это была жизнь, ну что ж, еще раз. Получается, в этой фразе как раз есть о великом возвращении, как раз, скажем, мужество. Да, 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 о вечном возвращении, конечно. Что нужно для того, чтобы принять идею о вечном возвращении? Не вера, а мужество. Итак, это короткий отрывок о самом видении, но еще не закончившийся. Загадку мы еще пока не слышали, насколько я помню. Стой, Карли, сказал я. Я или ты? Но я сильнейший из нас двоих, ты не знаешь моей самой бездонной мысли, и ее ты не мог бы нести. Она слишком тяжела даже для духа тяжести. Что это за бездонная мысль? Вечная возвращение. Вечное возвращение, да, да. И здесь, и ранее, когда мы читали отрывок, Ивекке Хому Ницше будет называть вечное возвращение самой бездонной мыслью, самой тяжелой мыслью, самой страшной мыслью. Но проблема в том, что какая-то самая страшная мысль поразит золотую еще раз в самом конце. И выздоравливать он будет именно от нее, не от этого. И когда его звери скажут, да, это и была твоя самая страшная мысль, вечное возвращение, и опишут вечное возвращение, зато кто не будет их слушать. Это может быть карлик с устрого? Нет, это же видение рассказанное, его нет. Учение вечного возвращения, оно ведь убивает креативность. Вы не слышали еще учения вечного возвращения? Вы торопитесь? Но по сути своей нет, не убивает ни креативность, ни свободу. Тут стал я вдруг более легким. Карлик спрыгнул в своих влеч любопытный карлик. Любопытный карлик, естественно, если карлик это логос, не является ли он, чьим логосом он является? Сократическим, конечно, и тогда он, конечно, любопытный. Карлик хочет узнать, что есть самая тяжелая мысль потому, что он дух тяжести. Он сел на корточке на камень передо мною. Прямо здесь, где мы остановились, были ворота. Да, а вот теперь пришло время поговорить о воротах. Взгляни на эти ворота, Карлик, подолгал я. У них два лица, два пути сходятся здесь, по ним никто еще не проходил до конца. Эта длинная дорога позади, она длится вечность, а та длинная дорога впереди это другая вечность. Они противоречат друг другу эти пути, они сталкиваются лбами. И здесь у этих ворот они сходятся вместе. Название ворот написано вверху в мгновение. Вы поняли, о чем идет речь? Бесконечность в одну сторону, бесконечность в другую, ворота и надпись на воротах в мгновение. Я уверен, вы знаете. нет, О чем идет речь? Бесконечность в одну сторону, бесконечность в другую, ворота. Да, да, конечно. Время в прошлом бесконечно и время в будущем бесконечно и только ворота здесь и сейчас. Пройти бесконечность в прошлое нельзя, как и никто не может это сделать. Но если кто-нибудь пошел бы по ним дальше и все дальше и дальше, думаешь ли ты, карлик, что эти пути вечно бы себе противоречили? Все прямое лжет, вы зрительно по поводу отталкали. Да, о чем идет речь? Один идет в одну сторону бесконечную, другую в другую сторону бесконечную. Ну, что они замыкаются, так думает, так думает карлик. Именно поэтому он говорит все прямое лжет, только истинно криво, само время есть круг. Само время есть круг. Карлик мыслит, как мыслили другие. Именно поэтому он сократический. Итак, откуда возникает идея о времени стреле? Конечно, начало мира, конец мира, движемся от начала к концу по прямой, никаких поворотов, ничего. Так думали христиане. Но ведь они не первые. Кто-то думал о времени до них, как представлялось время до них, циклично, как круг. Так представляет себе время крестьянин, так представляет себе время пахарь, как круг. Зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, и так бесконечно. Круг. Часы у вас на стене тоже круг. Но этот круг распространяется дальше. Это ведь сократический дух тяжести. В смысле логосто-сократический. Вспомните, где Сократ говорит о круге. Его подхватывают, подхватывают ребята. И страшные начинают говорить. Где Сократ говорит о цикле, о круге? Государство и тоже... Уже ближе, да. Что это за цикл? С меняемости живых, нет? Угу, угу. Сначала пастухи, потом цивилизация, потом потоп, потом пастухи, потом цивилизация, потом потоп. Сама цивилизация двигается. Платон не говорит, что это круг. Но уже Цицерон говорит, что это круг. Царская власть, тирания, аристократия, олигархия, тимократия, демократия. Цицерон просто скажет, что потом после демократии наступает царская власть. Типакайский районный вопрос. Да, да, да. Это тоже круг. То есть, христиане говорят, время прямое. Это ложь, это вранье, это чушь. Античность говорит, время это круг. Но это просто все время, повторяясь, все время один и тот же круг. Это просто движение по кольцевой. Золотуство сделает так, что это движение по кольцевой будет расположено в прямой. Золотуство сделает время прямым. Именно поэтому он не принимает ответ Карлика. Ответ Карлика слишком прост, слишком жалок. Именно поэтому Карлик не может вынести самые тяжелые мысли. Его мысль слишком легка. Ответ время это круг, слишком простой ответ. Он уже был дан. Почему Карлик был в тяжести, он может выдержать тяжести? Самые тяжелые мысли Золотуство. В этом смысле так Золотуство убьет Карлика. Когда он даст ему эту мысль, Карлика просто раздавит. Он что-то тяжелее, чем сам Карлик. Естественно. Ты, дух тяжести, не притворяйся, что это так легко. Не притворяйся, что это так легко. Это нелегко. Или я оставлю тебя сидеть на корточках, где ты сидишь, хромоногий. А ведь я нес тебя наверх. Взгляни, продолжал я на этом мгновении. От этих врат в мгновение убегает длинная вечная дорога назад. Позади нас лежит вечность. Не нужно ли было всё, что может идти уже однажды, пройти эту дорогу? Не должно ли было всё, что может случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти? И если всё здесь уже было, то что думаешь ты, карлика, в этом мгновении? Не должны ли эти вороты уже однажды здесь быть? Не связаны ли все вещи так прочно, что это мгновение лечёт за собой всё грядущее? Следовательно, ищу и само себя. Да, следовательно, ищу и само себя. Это важно будет. Ибо всё, что может идти и вдаль по длинной дороге, должно ещё раз пройти. И этот медведь иный паук, ползущий в лунном свете, и сам этот лунный свет, и я, и ты в воротах. Шепчемся между собой, шепчемся вечных вещах. Разве все мы уже не были должны быть здесь? Да, напоминаю вам, мы уже читали отрывок о пауке и лунном свете, и о воротах. Это «Весёлая наука», 342 или 341 параграф. Что меня интересует там? Если вы откроете этот 344 или 341 параграф, я не помню который, там речь идёт о смерти, о мгновении смерти. И возвратиться, и пройти по той, другой дороге вперёд, вдаль, по этой длинной, уважающей дороге. Не должны ли мы вечно возвращаться? Так говорил я всё тише, и пострашился собственной мыслью, и соколенного значения своих мыслей и задних мыслей. Тут вдруг услышали обеззивые собаки. Всё, достаточно. И то, что происходит потом, происходит потом. Сейчас надо разобраться с вечным возвращением. Что же такое вечное возвращение? Давайте, я с радостью выслушаю ваши варианты развития событий. Если вы хотите узнать, как вечное возвращение описывает животное золотоство, вы можете пройти к концу четвёртой части и прочитать главу выздоравливающей. Там это будет. Третий, да, прошу прощения. Но сейчас меня интересует только то, как видится вам вечное возвращение. Это синтез буддийской и христианской концепции, на мой взгляд. То есть, жизнь, то есть, история и время, они линейны на протяжении всего лишь жизни человека. То есть, каждый вечеринальный человек и его жизнь линейна. Но потом она заканчивается, и начинает и случается рестарт. Не совсем листарт. Ну, если ты не вернёшься в определённую точку идти, и не будешь идти, как классно, я переродился. Окей. Максим Палович знает больше, я думаю. Может быть, вы... Да. Вы знаете, что я говорил, поэтому вы, наверное, скажете что-то другое. Я могу сказать о другом, что до чего это учение, примерно, я думаю. Да мы дойдём до этого. Нет, мгновение, это было про мгновение и мужество ещё тут вести. Ну, как это, что, жизнь так, чтобы тебе потом не было стыдно проживать этот момент. О чём говорит как раз, ну что ж, ещё раз. Угу. Это вы забежали вперёд. Это так побеждается дух тяжести на бытовом уровне для простого человека. Вот я и говорю для... Ну, до этого дойдём. Сначала надо понять, что такое вечное возвращение. Да, правильно было сказано про, как бы, рестарт. То есть ты проживаешь свою жизнь, все мы сейчас ощущаем себя, все мы сейчас ощущаем в данный момент, и, значит, эта жизнь уже была, как бы прожита, эта жизнь ещё будет, как бы прожита, абсолютно так же, как прожита сейчас. То есть всё будет повторяться, ты будешь считать твои те же чувства, ты будешь... Ну, то есть всё, всё повторится. Уж так как время... Тут в чём отличие, как мне кажется, прямой от круга? Мы круги знаем. Всё равно мы должны знать это начало или это конец. То есть эту точку мы считаем... Ну, как было, допустим, у Гераклита. Приходит большое пламя, всё. Всё сгорает, начинается всё с начала. То есть, в любом случае, мы на этом круге ставим эту точку, где всё начинается и всё оканчивается. Тут бесконечность другого типа. То есть нас не очень интересует, где начало и где конец. Мы просто знаем, что всё это повторится с нами. Всегда жизнь повторится с нами. Ну, я не буду говорить, с чем это связано, как это идёт. То есть, психически почему мы даже так должны поступать. Почему это убивает дух тяжести и дух помещения, как мне кажется. Вы самое интересное собираетесь от нас крыть, что ли? Нет, я просто пока объясняю именно... Ага, хорошо. ...саму концепцию. То есть жизнь полностью повторится. Почему? Потому что полностью повторится наше тело. Полностью повторится все условия. И исходя из тела и условий, всё, что мы сделаем, будет полностью повторено. Но здесь не пропадает свобода воли. Потому что... Потому что... Ну, например, к тема свободы воли вообще не забирается нише. То есть, как бы, тут скользкий момент. Если есть тело и условия, то в любом случае всё в какой-то степени предупределено. Ну, если так массово, если глобально посмотреть. Глобально так и смотреть, потому что это дух тяжести, а мы от него избавлены. Поэтому... Хайражим вам. Это массовое учение. На вопрос, предположение. Всех человек тоже массовое учение. Моменты наших пиков в жизни, когда мы достигаем наши достижения, когда мы делаем действительно какой-то важный выбор между одной силой природы и другой, мы как раз с такой моментом нам надо решить. Надо сделать выбор, чтобы потом не жалеть, а до того, как и мужества забраться. Вот. И это определяет, как бы, нашу закольцованность и незакольцованность жизни. Но суть в том, что я не уверен, что тело повторяется, повторяются условия здесь. Тогда теряется прямая. Я вот думаю, что проблема в том, что... Как это? Схожие условия, как бы, схожего персонажа, допустим, где-то в будущем, повторяться с ним. Ну, не знаю, как бы, как раз говорил вы, акцию для буддизма, что это все-таки, если это прямая, то должно быть, все равно должна быть смена условий. Не факт, что... Ну, смена тела тоже факт, но это как-то сложно, это какой-то бред. Ладно, давайте... Я не могу его осмыслить. Я как раз хотел на чем-то... Но насчет пиков. Как это заметить, что... Почему я сомневаюсь к буддизму? Потому что здесь есть... Ну, поскольку это масса учений, она неизбежно придет к такой концепции. Если мы... Если на протяжении... Да, то есть, на протяжении жизни в жизни это прямая, но потом мы и старт. Туда. То есть, обратная жизнь проживается сначала. То все, что мы проживаем в жизни, предопределено событиями прошлой жизни. И выбора нет. Все предопределено. То есть, не все предопределено, но как раз на пике, вот как я объяснил, выбор, вот эта вся фигня, а вот между ними, на равнице ты можешь делать что угодно, а на пике... Нет, нет, все абсолютно... Все абсолютно повторится. То есть, не будет у тебя выбора... Сегодня, значит, в одной жизни ты помог бабушке, ты уступил бабушке место, а в другой жизни ты не уступил. Такого не будет. То есть, ты либо уступил, либо не уступил. То есть, как бы, тут идея предопределенности... То есть, да, действительно, в этом сложность, что, с одной стороны, конечно, ты уже прожил эту жизнь, ты уже сделал все то, что... И в какой-то степени, как будто можно сказать, что здесь есть какая-то предопределенность. Во-первых, во-первых, все равно, все равно, ну, в общем плане, на самом деле, в плане понимания слова предопределенность, конечно, это предопределенность. То есть, сложно с этим спорить. Я спорю. Ну да, это же... Нет, сейчас, давайте, со Феликсием. Просто, может быть, может быть, ну, что есть вот эта предопределенность, но при этом, когда человек заново и заново, ну, снова и снова проживает свою жизнь, он не знает о том, что это все предопределено. То есть, как-то... Нет, когда он узнает... человек думает, что он поступает, исходя из своей воли. Ну, Несмотря на то, что, как бы, он это проживал, проживал, то есть, ну, как приводился, например, с бабушкой, вот, уступить ей место, не уступить. Человек, ну, вот здесь и сейчас, думает, что он делает свой выбор. Вот. Но, и он не думает о том, что вот это как-то предопределено. Он делает свой выбор, но на самом деле, это предопределено. Ну, новость учения. и человек просто... Оно не великовечное. Ну, ой, извините, Вот это вот прямое время, то есть, ну, да, может быть, есть какой-то рестарт, то есть, человек, он рождается, сейчас попробуем. Человек рождается, умирает, но при этом, все происходит то же самое, как бы, время идет вперед, но на самом деле, люди думают, что время не идет вперед. Можно быть просто... Мы всегда будем жить вот... Здесь и сейчас. Вот этот период, но на самом деле, время не прошло намного больше, и знания будут те же самые. Проблема, это получение в том, что оно как бы заменяет собой, как не устраиваем артом, потому что есть, как бы, реинкарнация. Ну, как же все... Это не инкарнация, конечно. Ну, вот. Если это не инкарнация, то мы не можем проживать одну жизнь. Что было в прошлом, то осталось в прошлом. Нет. Тут, тут... В чем замечание? Значит, когда мы говорим про определенности, мы, как бы, как будто можем ее просчитать. В данном случае, мы ее просчитать не можем. Мы знаем, что это прошло, но как именно прошло, мы никогда не узнаем, поэтому мы и нет. Хорошо. Ты режу. Я просто... Чувство определенности, потому что это массовое учение, я с чего начал. И христиане, и буддисты считают, что... Все это не просто. То есть, жизнь предопределена. Хотя, что там не говорили, что это... А свободе воли, все они думают, что это предопределено. То есть, если случается какая-то беда, не потому, что ты накосеченного не выбрала, а потому, что, ну, как бы, Бог решил, или ты в прошлой жизни накосеченный. Концепция говорит, что вы повторяете свою жизнь, да, то есть, а ну-ка сначала, вот то же самое. То есть, это будет та же самая жизнь. Если это учение доходит до людей, то тогда они, то есть, они не будут просчитывать, что это предопределено. Они просто будут думать, что если что-то случается, то это будет уже в прошлой жизни. Нет, тут ты должен понимать, что ты своим действием делаешь для себя, для себя... Да, давайте, да, что... Представляешь, ты, абсолютно, неудачник, вот неудачник, и ты пытаешься говорить, вот все предопределено, в таких условиях, а предыдущая жизнь была абсолютно такая же. И для тебя это учение говорит, так, погоди, ты неудачник, то ты, а, в данный момент, ты чувствуешься неудачником, но ты, тем самым, что ты сейчас ничего делать не будешь, ты на всех будущих своих переживаний, да, ты будешь продолжать быть неудачником, и ты просто ухудшишься. Сам себя пригодишь. В этом-то, это, это, вообще, это логический парадокс предсказателя и предсказания. То есть, если вы выходите к гадалке, она предсказывает вам свое будущее, вы кидаетесь, там, спасти Кеннеди, спасите ли вы Кеннеди, провалятся ли предсказания к гадалке, или она предсказала это так, с учетом того, что так вы отреагировались. Вот здесь то же самое. Нет, потому что вы не знаете никакого предсказания. Вы знаете его датаспективно. То есть, когда вы совершаете действие и получаете результат, вот только после этого вы знаете, что во всех ваших следующих жизнях будет это действие и этот результат. Но если у вас что-то не получается... Да, и вы тоже знаете, что только так и будет. Да, вот это и есть, это христианское... Нет, это, нет, не совсем... То есть, можно и сказать то, что я определяюсь... Судьбу, да, навсегда целиком. Если ты и облажался, то ты можешь сказать, что так уже было предопределенно. Ну как? Хорошо. Если ты и облажался, фраза Ницше, что тебя не убивает, дело тебе себя... Ты учил на этих ошибках и больше... Можно двигаться вперед, да. Хорошо, давайте я попробую и потом можем вернуться к этой дискуссии, если у вас будет желание и будет время. Идея Ницше кажется очень простой и очень понятной. Существует бесконечность. Начнем с бесконечности назад, почему нет? Ну, бесконечность назад и бесконечность вперед. Существует бесконечность. В этой бесконечности существует... Это бесконечность времени. Ключевое свойство времени состоит в том, что время – это последовательность неких событий. Только так мы фиксируем время, как последовательность событий. Там, где событий нет, там нет и времени. У событий есть какая-то вероятность появления. Ну, скажем, вероятность того, что там, я не знаю, сейчас мимо пролетит истребитель сухого. Один к чему-то там. К миллиону, например. А вероятность того, что это будет F-35 и началось американское вторжение – один к миллиарду. А вероятность того, что это будет НЛО – один к триллиону. И так далее, и так далее, и так далее. Проблема в том, что если мы поделим бесконечность на это число, на число вероятности, какой будет ответ? Сколько будет бесконечности разделить на 2? 10. Отлично. А на 500? Да. Всегда будет бесконечность. Иными словами, Ницше говорит нам, что так как время в прошлом бесконечно, то то, что могло случиться, уже случилось бесконечное количество раз. Все, что могло случиться, даже имея самую маленькую вероятность на это, все уже случилось бесконечное количество раз. Откуда мы знаем, что может случиться? Потому что в прошлом. Да, только из того, что что-то, только что случилось. Вот в этот момент я кладу свою руку на этот прекрасный стол, свою прекрасную руку на этот прекрасный стол. Я знаю, что это случилось. Ничего другого больше случиться не может и не могло. Только так я знаю, что больше ничего другого случиться не могло. Следовательно, я знаю, раз это случилось, это могло случиться, потому что все, что может случиться, обязательно случится. Это значит, что я клал руку на свой стол бесконечное количество раз в прошлом. Но это значит, что я жил бесконечное количество Это значит, что я родился бесконечное количество раз в прошлом. И все мои предки, от которых я произошел, тоже жили и родились бесконечное количество раз в прошлом. Проблема этой интерпретации в том, что вы и не кладли руку на стол бесконечное количество раз в прошлом. Вот смотрите, у нас есть каждое мгновение. Откуда мы знаем, что в это мгновение что-то может случиться, а что-то нет? Когда мы это уже делаем. А как только мы это сделали, значит, что ничего другого случиться не может. В это мгновение уже ничего другого произойти не может. В этом свойство прошлого, оно неизменно. Но всегда, всегда, в каждом мгновении будет вероятность того... Да, но она всегда будет разрешаться именно в это мгновение. И все, и на этом все. Это значит, что ничего другого в это мгновение совершиться не может. Эта ситуация повторится бесконечное количество раз, но и другая ситуация повторится... Нет, никакой другой ситуации нет. У нас есть мгновение. Каждое мгновение Х. В чем его главное свойство? Как Заратурс об этом узнает из главы о Горбуне? Прошлое нельзя изменить. Оно неизменовано. Поэтому то, что случилось, то случилось раз и навсегда. Нет никакой параллельной вселенной, параллельной реальности, параллельных потоков времени, как вас учит доктор Кто. Этого нет. Соответственно, в это мгновение передо мной стоит выбор, какую руку положить на параллельную. Как только я кладу правую, оказывается, что левую руку я уже положить в это мгновение не могу. А это значит, что это событие в принципе невозможно. То есть как только мы разрешаем возможность, она теряется, она исчезает. Возможно, существует лишь в будущем. Да. Только в настоящем ее уже нет. Вот я положил, все закончилось. Значит, это значит, что в прошлом я клал эту руку и давал вам этому объяснение бесконечное количество раз. Потому что у нас есть бесконечность в прошлом. А теперь второй шаг. У нас есть бесконечность и в будущем. А это значит, что так как я разрешил эту загадку момента и положил руку на стол, я буду класть ее бесконечное количество раз в будущем. Потому что этот момент уже определился. И он не может переопределиться еще раз. Это значит, что я проживу всю свою жизнь. И все мои предки проживут всю свою жизнь точно так же, как я прожил эту. Более того, Вселенная появится точно так же. Солнечная система будет сформирована точно так же. Планета будет сформирована точно так же. И появится жизнь на ней точно так же. Потому что иначе это буду уже не я. Хорошо. Не вы положили. Очень похоже на вас человек. Почему нет параллельных реальностей? Потому что есть только сейчас. Нет никаких множественных сейчас. Это значит, что если я родился, никто другой уже не родится. Это значит, что если я существую, на мое место никто другой не встанет. Допустим, вселенная рождается, вселенная умирает. Вселенная рождается, другая вселенная рождается. Почему я не могу положить другую руку? Потому что уже родилась эта. Все, что могло случиться, случилось. Вселенная могла... Эта вселенная могла родиться. Как мы это знаем? Она родилась. Это значит, что никакая другая вселенная не может родиться. Понимаете, о чем идет речь? То есть вы говорите мне, как мыслит современный физик. Существует мультивселенная, и вселенных может быть много. Ницше говорит, существует бесконечная возможность. Откуда мы знаем, что возможно, а что нет? Когда это осуществилось? Мы знаем, что наша вселенная появилась? Знаем ли мы, что появилась какая-то другая? Это значит, что только наша вселенная и могла появиться. Никакой другой появиться не могло. Еще разочек. Если вы не знаете о том, что другая вселенная могла появиться, это не значит. Подождите, я знаю, какая появилась. Да, вы знаете, какая появилась. Но только та, которая могла появиться и появилась. Был момент зарождения вселенной, момент X, момент, когда у меня было две руки. Как только одну из них я положил, как только появилась эта вселенная, мы автоматически понимаем, что никакой другой я положить не мог. Все, что могло произойти в бесконечности времени, произошло. Появил, есть ли параллельная другая вселенная? Есть только эта. Значит, только эта вселенная и могла появиться. И значит, только она и может появиться. Давайте присним этот момент раз и навсегда. И я не говорю, что это учение на 100% истинно, и в нем нет дыр. В нем миллион дыр. Речь не об этом. Речь идет о том, как мы понимаем это учение. Вот и все. Как понять его? Оно довольно загадочное. И как оно решает проблемы, которые поставлены духом тяжести? Ну, проблемы не решают нам. Вопрос возникает о свободе воли. Свободе воли, конечно, в кавычках, почти религиозный вопрос. И мне кажется, вы уже его разрешили. Я лишь повторю просто. Я снова держу две руки. Снова мгновение. Так как я не знаю никаких своих прошлых жизней и прошлой бесконечности. Каждое мгновение для меня это свободный в кавычках выбор. Но этот выбор предопределяющий все остальные мои жизни. Об этом я знаю. Иными словами, учение о вечном возвращении кладет на человека гигантскую ответственность за себя самого. Как нужно жить, спрашивает Заратусту дурак из народа. Как нужно жить, спрашивает Заратусту отребья. Все вещи подняты в воздух. Мы не знаем, что делать. Заратусту отвечает. Жить нужно так, чтобы когда смерть пришла за тобой, ты сказал еще раз. Жить нужно в полном довольстве собой и своими поступками. То есть, на вас нападают три хулиганы. Что говорит вам Господь? Ляг? Да. Что говорит вам учение о вечном возвращении? Если ты ляжешь и не будешь сопротивляться, ты будешь бит. И бесконечное количество раз в будущем ты будешь бит. Ты хочешь испытывать это? Или ты хочешь встать? Да. Встать за себя и быть бит. И бесконечное количество раз испытывать удовлетворение от того, что ты встал и был бит. Но учение о вечном возвращении говорит о том, что не ваша жизнь здесь сейчас является правной точкой этой бесконечности. Но так как вы не знаете, что именно там произошло. До тех пор, пока вы не определите, вы не знаете, что это предопределено. Но вы знаете о самом учении. Да, конечно. Так в этом не воссунуть. А это значит, что вам не нужно знать, что было тогда. Естественно, да. Вы только знаете, что ваши действия ничего не решают. Нет. Почему? Ваши действия решают все здесь и сейчас. Нет, потому что они уже решены. Вы не знаете, как они решены. Более того, если это вы, стопроцентный вы, каждый раз возвращаетесь, это значит, что вы каждый раз, вы, лично вы каждый раз решаете. Не боженька, не высшие силы, а вы лично. Любое ваше действие предопределено вашим бесконечным... Вашим действием. Отлично. Вашим бесконечным прошлым. Вашим действием, да. Но тогда это действие было совершено в первом росте. Смотрите, это парадокс бесконечности. Очень интересный. Когда-то Буданов рассказывал нам о парадоксе бесконечности. Очень простом. Представьте, что вы стоите в бесконечной очереди в Мавзолике. Идет дождь. Все в калошах, кроме первого человека. На нем почему-то только одна калоша. Ну, всякое бывает в жизни. Что он делает? Он говорит, пожалуйста, соседнему, дай мне свою калошу. Соседняя дает ему свою, говорит соседнему, пожалуйста, дай мне свою калошу. Они все делают это. Не получается ли так, что у всех людей в этой бесконечной цепочке на самом деле две калоши? Потому что цепочка бесконечна. Ну, то есть у кого-то одного одна калоша будет? А у кого, если она бесконечна? Если каждый может попросить у следующего за его спиной калошу? Я быстро. Но, опять-таки, на ту же самую тему. Но Заратустра осуществлял тех, чья цель просто довольства собой и так далее. Отлично. Это не довольство собой в смысле жизни в грязи. Это довольство собой в смысле довольства ответственности за свои поступки. То есть добродетели. Ну, быть... Ну, а с другой стороны, что еще может Заратустра призвать толпу? К чему еще он может ее призвать? Хорошо. У нас возникает вопрос о том... Почему это учение не... По-моему, последний человек в этом учении будет вообще прекрасным. А, он доволен собой и все время возвращается. Последний человек признает, что в этом учении вообще... Или, смотрите, именно поэтому это учение произносится... И я вам процитирую, почему нет. Вам одним, скажу я загадку, которую видел, видение самого одинокого. Только морякам. Не толпе, не народу. Хотя моряки – это тоже толпа, но это не та толпа. Только ищущим, не нашедшим. Только для ищущих встает тяжелых вопросов. Только ищущие находятся перед пропастью. И в этой пропасти им нужно утешение. Заратустра дает им это утешение. Ваше замечание все равно крайне хорошее. Но мы должны также увидеть, как Заратустра побеждает три уровня духа тяжести. Мы увидели, как он побеждает первый. Владимир Евгеньевич нам сказал. Я думаю, повторяться не стоит. Как быть со вторым и третьим? С логосом. Да, с логосом и тем фактом… Хорошо, что это мучение, как выглядеть логосом. Да. Оно хорошо расправляет. Ну да, расскажите. Потому что здесь уже все, это будет все начать. Вы думайте, а я пока вспомнил то, что хотел вам сказать. Время – это последовательность событий. Что происходит, когда вы умираете для вас? Мы умираем. Последовательность событий не существует. Иными словами, между смертью и новым рождением проходит одно мгновение. Да нет, на самом-то деле. Когда ваше сознание исчезает, время для вас исчезает. И когда оно начинается, когда вы снова открываете глаза в качестве ребенка. Поэтому для вас лично проходит лишь одно мгновение. Между смертью и новым рождением. Ну, как сон. Да, да. Но только во сне вы чувствуете все-таки, как время идет. А тут вы закрыли глаза и тут же их открыли. Я думаю, нам надо прерваться и отдохнуть. А уже потом дочитать отрывок. Или давайте не будем дочитывать. Что с ним? Я лучше послушаю, что вы скажете по курсу в целом. Продолжение следует.